Пешеходный переход Каждый год здесь происходят наезды, так как один ряд транспортных средств останавливается, другие не замечают пешеходов и продолжают движение, тем самым наезжают пешеходов Из-за установки лежачего полицейского поставят и новые знаки для информирования водителей Первый предупредит о снижении скорости, второй о наличии искусственной неровности Установкой самих лежачих полицейских занимается спецавтотранс Эти инженерные сооружения находятся в местах интенсивного транспортного потока, интенсивного движения маршрутного транспорта Страдают они в основном от того, что появляется колейность, то есть двигаются в полосе и страдают конкретные элементы И если это выделенная полоса общественного транспорта, ну, чтобы легко таить, автобусы не любят эти инженерные устройства Напомним, что дополнительные лежачие полицейские начали устанавливать в том числе из-за неутешительной статистики Количество ДТП с участием пешеходов в прошлом году выросло на 25% Спецавтотранс уже положил искусственные неровности на шести улицах Череповца Дальше больше. Горожане, в своем мнении, относительно установки новых лежачих полицейских были едины Да, конечно, здесь рядом школа находится, и поэтому машины ездят достаточно быстро И хотелось бы, чтобы они устанавливались хотя бы Я считаю, что там нужно полицейские, только мне показалось, что лучше с той стороны машины-то едут Здесь они на развороты идут, а там идут прямо, вот чуть подальше, где пешеходный призел Сами часто там переходите? Перехожу, но водители ко мне благословно относятся, пропускают В принципе, да, считаю, что необходимо, потому что рядом школа, садик, вот, поэтому для безопасности удобно будет на самокатах там переходить аккуратно Как, Макс, ты считаешь? Нужно, ты пишешь, лежачий полицейский там Ага, от школы, чтобы детей не задавили Точно, для безопасности Дорожники будут работать без выходных Всего они установят 18 лежачих полицейских из городского бюджета На это выделили почти 3 миллиона рублей Работы продолжаются, мы планируем установить в ближайшее время две неровности на улице Годовикова Также две неровности на улице Краснодонцев На дублерах проспекта Победы, на перекрестке с улицы Тимохина и у дома номер 121 И также несколько межквартальных проездов Мэрия поставила перед спецавтотрансом задачу максимум Установить все лежачие полицейские до 1 апреля Из-за большого объема сами дорожники планируют закончить работы в первой декаде следующего месяца Кирилл Смирнов, Сергей Павлов, Новости